Здравствуйте! С началом Второй мировой войны встал вопрос об острой необходимости проделывания проходов в обширных и глубоких минных полях. Выполнение этой задачи ложилось на плечи саперных подразделений, затем им на помощь пришли минные тралы, однако в течение войны не оставлялись попытки создания специальных машин для разминирования. В 1940 году Управление Вооружения Сухоботных Сил заказала разработку устройства для механического обезвреживания мин на дороге и в поле даже во время боя. В данном видео мы рассмотрим три необычных образца, которые были созданы в Германии. Разработка первой машины под наименованием Panzerkampfwagen 1 Schwerie Minenräume началась в 1941 году компанией Alkit при поддержке концерна Krupp и фирмы Daimler-Benz с учетом боевых действий в Европе. На русский язык данное обозначение можно перевести как тяжелый минный тральщик или чистильщик на базе Panzer I. Данная машина была готова в 1942 году. Она получила прямоугольный вытянутый корпус, башню, два передних и одно заднее колесо. Габаритные характеристики тральщика были следующими. Длина 6,3 метра, ширина 3,2, высота по башню почти 3 метра. Боевая масса машины превышала 38 тонн. Проделывать проходы в минных полях тральщик Alkit должен был с помощью своих трех колес. Передние два имели диаметр 2,5 метра. Одно заднее было примерно в два раза меньше. Каждое колесо было обуто в специальную своеобразную гусеницу цепь, которая в свою очередь состояла из ступней платформ. На передних колесах их было по 10 штук размером 630 на 630 миллиметров, на заднем 11, меньшего размера, 630 на 315 миллиметров. Именно эти башмаки и должны были вызывать детонацию мин при наезде на них. В стандартном положении тральщика на землю опиралось по 3 ступни платформы каждого колеса. Такая система была призвана создать максимальную площадь контакта, способствовать рассеиванию взрывной волны от подрыва противотанковых и противопехотных мин. Ввиду специфики своего применения, машина также имела соответствующую защиту от осколков мин. Помимо того, что клиренс тральщика равнялся 80 сантиметрам, днище получило разнесенное бронирование с внешним 40-миллиметровым листом и внутренней деталью толщиной 20 миллиметров. Между ними были установлены дополнительные ребра жесткости. Лобовая часть тральщика была отчасти позаимствована с панцирьком Fwagen 1. Она состояла из нескольких листов, установленных под разными углами к вертикали. Что касается бронирования, то оно варьировалось от 40 до 10 миллиметров. Верхний лобовой лист корпуса оснащался смотровым люком механика-водителя. Его рабочее место было сдвинуто влево. Управление осуществлялось с помощью рычагов и автомобильного руля. Заднее колесо было закреплено на П-образной вилке и поворачивалось при помощи цепного привода. Два передних колеса были неповоротными. Второй член экипажа – это командир-оператор вооружения. Он располагался в одноместной башне от танка «Панцер-1». Она была установлена в передней правой части корпуса. Бронирование составляло 13 мм по кругу. Из вооружения присутствовало два пулемёта МГ-34 калибром 7,92 мм. Общий боезапас составлял 2250 патронов. Бензиновый двигатель «Майбах» мощностью 300 л.с. разместили в центральной части корпуса со сдвигом корме. Ведущими были передние два колеса. Топливный бак находился в кормовой нише корпуса. В крыше корпуса были предусмотрены люки и решётки для обслуживания двигателя и других агрегатов силовой установки. Попадать к ним было необходимо с помощью приставной лестницы. Максимальная скорость тральщика составляла всего 15 км в час по шоссе. По минному полю ещё меньше. Что касается его судьбы, то весной 1945 года данная техника была захвачена Красной Армией на территории одного из немецких заводов. Скорее всего, после ряда проведённых неудачных тестов. В боях данная техника не применялась. В дальнейшем минный тральщик был испытан специалистами СССР и они пришли к неутешительным выводам. Во-первых, он не проделывал сплошную полосу разминирования, то есть тральщик оставлял за собой три полосы, между которыми в теории могли находиться несработавшие мины. Во-вторых, максимальное бронирование в 40 мм было недостаточным даже на момент создания в 1942 году, плюс экипаж был подвержен контузии практически каждый раз при наезде на мину. В-третьих, управляемость и подвижность машины Алкет была неудовлетворительной. Габариты машины были крупными, и несмотря на высоту, башня имела много мёртвых зон. Учитывая всё сказанное, Красная Армия не заинтересовалась концепцией данной машины, и единственный прототип был передан Танковому музею в Кубинке, где он находится и по сегодняшний день. Вторая машина под обозначением Миннен Роум Панцер 3 была выполнена на базе Панцер Камфваген 3, концерном Круп, ориентировочно в 1942 году. Этот выбор был обусловлен тем, что выпуск указанного танка уже был освоен промышленностью, и он выпускался в достаточном количестве. Так что это способствовало бы ускорению серийного производства. В отличие от предыдущего экземпляра, эта техника не должна была давить мины собой, а должна была использовать минный трал. Что касается защиты, то броневой корпус был собран из листов толщиной до 30 мм, на крышу и днище шли более тонкие плиты по 16 мм. Башня на этой технике не предусматривалась, на её месте была установлена специальная заглушка. В лобовой части монтировался кронштейн для минного трала. Какой именно тип использовался при испытаниях, достоверно неизвестно. В корме было размещено П-образное крепление для запасных катков самого минного трала. Компоновка минный роман Панцер 3 была полностью унаследована от машины донора. В передней части корпуса находились агрегаты трансмиссии, в корме размещался двигатель Майбах мощностью 120 лошадиных сил. При изучении подвижности и маневренности инженеры пришли к выводу, что стандартная ходовая часть не подходит для машины разминирования, и она была переработана. То есть прикрепить минный трал на обычный Панцер 3 было чревато получением механического повреждения корпуса машины при срабатывании боеприпаса нажимного действия. Главное, чего хотели добиться конструкторы, это увеличение клиренса рассматриваемым минного тральщика. В новой ходовой части использовалась продольная балка, которая размещалась с обеих бортов ниже уровня днища. Она и соединялась с корпусом при помощи специальных профилей. На балансирах корпуса устанавливались не катки, а специальные стойки, которые в свою очередь имели крепления для катков. Таким образом, клиренс состоял более 1 метра. Что же касается его применения, то скорее всего этот минный тральщик был выполнен в единственном экземпляре и не удовлетворил требования военных. Какие-либо свидетельства о его использовании на фронтах Второй мировой войны отсутствуют. Также не совсем ясна его дальнейшая судьба. Так как он не был захвачен союзниками, то выдвигается версия о его уничтожении немцами после испытаний. Следующий, третий экземпляр. Это наиболее интересная техника Швирес-Миннен-Ройма-Файцорг, или тяжелая машина разминирования, она же Круп-Ройма-Эс. Вначале я озвучу общепринятую информацию, а далее поделюсь с вами своими мыслями, которые идут в разрез с представленными данными. Будет интересно услышать и ваше мнение. Ориентировочная разработка данной техники началась в 1943 году, а была закончена в 1944. Конструктивно она представляла собой сочиненную машину, состоявшую из двух одинаковых модулей, соединенных при помощи специального шарнирного узла. Давайте рассмотрим устройство одной такой части. Каждый модуль можно условно разделить на три составляющих. В первом отсеке находилось отделение управления. Оно было вынесено немного вперед относительно колес. Верхние и нижние лобовые детали сходились под углом, как и днище этой части машины. ВЛД перерастала вертикальную плиту, в которой была сделана смотровая щель механика водителя, сдвинутая влево. Борта отсека были вертикальными. Слева размещалась одна дверь для попадания внутрь и обратно. Если вы смотрели фильмы по вселенной Звездной войны, то возможно рассматриваемый отсек напомнил вам, как и мне, голову AT-AT. Я уверен, что именно отсюда и был позаимствован дизайн. Но возвращаемся к нашей тяжелой машине разминирования. Средний отсек был чуть уже переднего, но если учитывать два колеса, то их ширина была практически одинаковой. Данная часть была отдана на размещение агрегатов трансмиссии. Под днищем располагался крупный кожух, который прикрывал ось. Все четыре колеса, которыми она должна была проделывать проходы в минных полях, были одинаковыми, диаметром 2,7 метра, шириной 53 сантиметра. Плюс они были обуты в специальные прорезинные накладки, толщиной 15 сантиметров. Интересной особенностью было то, что трансмиссия не связывалась с самой осью. В ступице колеса монтировалась специальная шестерня с внутренним зацеплением, которая контактировала с приводным валом. Благодаря этому агрегаты трансмиссии могли располагаться с заметным превышением над осью колес, что позволяло лучше защитить их от взрыва. В последней кормовой части располагался двигатель Maybach мощностью 350 л.с. На бортах модуля предусматривались решетки для радиаторов. Под нищим кормы располагались агрегаты шарнира и системы управления им. Так как колеса модулей были неповоротными, то эту функцию взял на себя сцепной механизм. Благодаря ему каждую половину транспортного средства можно было повернуть на 22 градуса относительно другой. Итак, когда два модуля были сцеплены в едино, получалась тяжелая машина разминирования Круп Ройма-С. И действительно, ее вес достигал 130 тонн. Максимальное бронирование доходило до 25 мм. Примерная скорость с учетом двух двигателей общей мощностью 700 л.с. достигала 25 км в час по шоссе. А вот на минном поле она падала до 4 км в час. Максимальный клиренс превышал 1 метр. Так как кабины было 2, то машина могла перемещаться как вперед, так и назад с одинаковой скоростью. Что касается экипажа, то называются цифры от 2 до 8 человек. Почему такая огромная разница остается загадкой? Габаритные характеристики были следующими. Длина самоходного минного тральщика составляла от 14 до 15 метров. В разных источниках указана разная информация. Максимальная ширина 3,3 метра. Опять же, есть данные о том, что этот показатель равнялся 3,5 метров. Высота более 3. Иногда указывается аж 4 метра. Весной 1945 года данная машина была захвачена американскими войсками на заводе в Хиллер Слебене, где она проходила испытания. Позднее она была обследована, а далее разобрана и отправлена на переплавку. На этом можно было бы и закончить, но у меня появился ряд вопросов и предположений относительно данной техники. Собственно, делюсь ими с вами. Первое, что меня удивило, это ширина колеса всего 53 сантиметра. То есть, проехав по минному полю, данный тральщик оставил бы за собой две колеи общей шириной 106 сантиметров. Дальше давайте возьмем минимально приводимую ширину самой машины 330 сантиметров. Отнимаем два раза по 53, итого получаем 224 сантиметра. Именно такой была бы ширина внутри от колеи до колеи. Для чего я произвел этот расчет? Все дело в том, что если смотреть ширину самых распространенных бронемашин Германии того времени и ширину их гусениц или колес, я не буду приводить все цифры, они легко ищутся, то окажется, что начиная от Панцер 2 и до Панцер 4 включительно, а также машины на их базе, с огромным трудом и нехилой натяжкой кое-как можно поставить на эти две разминированные колеи. Но от механика водителя в таком случае требовалась бы миллиметровая точность следования за минным тральщиком, что в условиях боевых действий кажется невыполнимой задачей, а если брать танки Тигр и Пантера, то там уже ширина самих гусениц была больше, чем ширина колес на нашем тральщике. Я думаю, что вряд ли предполагался какой-то дополнительный набор увеличенных колес или накладок на них для рассматриваемой машины разминирования. Следующий вопрос, который имеется у меня к данной технике, это непосредственно ее размеры. Прямо скажем, не маленькая высота, а ширина и длина данной машины при максимальном бронировании в 25 миллиметров делало бы ее уязвимой к любому огню артиллерии, не говоря уже о взрывной волне от мины, плюс ее 130-тонный вес и черепашья скорость. По сути, можно было просто стрелять в силуэт практически из любого противотанкового орудия или даже некоторых зениток. Хорошо, давайте допустим, что цифра в 25 миллиметров неверная и бронирование было существенно больше. Но это не снимает следующего вопроса, а не слишком ли сложная выбрана схема компоновки делать двухзвенную машину с неповоротными колесами, а затем отправлять ее на разминирование, когда может произойти взрыв как раз под сочленением, выведя из строя сразу два модуля, такое себе решение. Учитывая все это, у меня родилось определенное предположение, а именно такое, что наша рассматриваемая машина Круп Ройма Эдс не была предназначена для самостоятельного разминирования местности, скорее наоборот, устройство в ее колес, резиновые накладки и большой диаметр малая ширина способствовали тому, чтобы мина не сработала. Сейчас у себя на экранах вы видите специальную машину американской компании Le Tourneau с установленным на ней противоминным плугом. Кстати, у меня на канале есть обзор 175-метрового автопоезда-вездехода для армии США от этой фирмы, обязательно посмотрите. Так вот, возвращаемся. Данная спецтехника состояла из двух модулей. В кормовой части размещалась кабина, 500-сильный мотор Ellison, который питал генератор, а тот, в свою очередь, два электромотора, размещенных каждый в своем заднем колесе. На передний модуль навешивался противоминный плуг, а поворот всей конструкции осуществлялся поворотом частей относительно друг друга, так как осуществить данную процедуру с помощью колес было бы затруднительно. Скорость прохода с опущенным плугом составляла не более 4 км в час, где-то мы уже слышали эту цифру, правда? Думаю, что вы уже поняли, к чему я клоню. Скорее всего, американцы захватили неполный комплекс разминирования Круп Ройма-С. Я практически убежден, что перед собой данная техника должна была толкать некое противоминное устройство. Возможно, оно еще не было создано или было уже утеряно. А что вы думаете по этому поводу? Жду ваших комментариев. А на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на канал, агитируйте других. Я буду вам бескрайне признателен за это. Напоминаю, что выпуски выходят каждую пятницу в 19.00 по Москве. Если у вас есть предложения для следующего обзора, то поделитесь им в группе ВКонтакте или под данным роликом. Счастливо! Продолжение следует...